Это самая большая перекладка теплотрассы в Самаре, начиная с советских времен. Монтажные работы уже завершены, начинается подключение к магистрали. Квартал на улице Пензенской сейчас снабжается по резервной схеме. В эти выходные задвижка будет переведена на основную. Объект находится в абсолютно заключительной стадии. Мы готовимся к завершнему дню, к отключению, к переврезке. Бригада в данном случае собирает, сейчас укрупняет схему. На завершней ночью также производим отключение магистрали, приводим переврезку и начинаем подавать тепло уже по постоянной схеме во все дома. Более 22 километров трубы в двух направлениях переложили за этот сезон в Самаре. Деньги на масштабные обновления были выделены после июньского постановления правительства России о присоединении Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения. Оперативно пересмотрели инвестпроекты и сроки обновления теплосетей. Такую задачу обозначил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров. 22 километра – это расстояние от Красной Глинки и до аэропорта. Такой длины теплотрассу в этом году заменили в Самаре. А складывается она из вот таких вот участков, где положили новые трубы. И если раньше для окрестных кварталов перебои с отоплением зимой были нормой жизни, то теперь погода в доме гарантирована как минимум на 30 лет. Большая часть самарских трубопроводов были проведены еще в советские годы. Возникают новые жилые районы. Только за 4 года пятилетки в Куйбышеве сдано в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилой площади. Сегодня старые трубы изношены. Новые жители воспринимают как признак комфортной зимовки. Работают молодцы. С 8 часов даже раньше приходят и пока не стемнеет. Уже фонари загорелись, тогда они уходят. Но надеюсь сейчас обещать на 30 лет нам это сделать. Поэтому будем жить хорошо, в тепле. Как идет подключение, глава города контролирует на месте. Сегодня есть все возможности перейти к новым стандартам бесперебойного теплоснабжения. Откладывать по срокам недопустимо. На тех перекладках, которые мы видели, сегодня отключена горячая вода. И уже резервную схему будут менять на постоянную схему. И к воскресенью появится и горячая вода, и отопление. И на этой перекладке будут завершены. Останется только вопрос об логоустройстве. Что даст? Даст стабильную работу. Даст нормальное отопление. Даст нормальную подачу горячей воды. И люди уже не будут зимой переживать за то, что может где-то порваться. Это участок на улице Скляренко. Здесь заменили 2 километра 364 метра теплотрассы. В ближайшие часы в домах потеплеет. Времянку сейчас отключили, делают перевезку. И все. И в ночь уже заполнение пойдет? Да, конечно. А это улица Советской Армии. Работы проведены ниже Новосадовой. Обновленный полукилометровый участок будет обеспечивать теплом кварталы новостроек и школу. В общей сложности проведенная перекладка улучшит теплоснабжение десятков тысяч самарских семей. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.